Опять бежалобрызгал, да видите что? Всё на рамку, ну сколько можно уже? Вы когда-нибудь задумывались, почему в последние годы облака принимают странные формы, а летние дожди становятся всё более редкими? А что если я вам скажу, что за этой природной аномалией могут стоять не климатические случайности, а человеческий контроль? Природные явления становятся управляемым человеческим событием. Представьте себе лето, когда раньше вы наслаждались теплом и свежестью воздуха, но этим летом что-то поменялось. Солнце всё так же светило, но дождей не было. Вместо оживительного дождя, как это бывало раньше, на небе стали появляться странные облака. Ребятки, вы видите эти облака? Вот это вот. Вон то. Я первый раз вижу такие облака. Вот это облако. Вот это облако. А это летающие тарелки. Замечали ли вы странную форму облаков в небе? Красный цвет солнца, разноцветные облака, какой-то непонятный смог в небе, дым, либо пепел, либо пылевую бурю. Всё это создаёт человек. И это неприродное явление. У кого-то выпадает больше дождей, у кого-то дождей вообще нет. И даже если дожди всё-таки выпадают, растения не выживают. Серые, тяжёлые, словно нарисованные. На них не было привычных природных форм. Они вытягивались в длинные полосы, будто их кто-то специально прокладывал по небу. А однажды в воздухе появился неприятный запах. Вот какую-то херню запускают на набережной у нас. Тоже в третий раз. Запускают, думают, что там горит. У соседа дом горит. Вышел, смотрю, ничего нет. Тут второй раз, третий раз. И пошло на Киев. Воняет, и сразу голова начала болеть. Не знаю, что это такое. Пошёл выбуливать собаку. Едем смотреть ледник. Это Норвегия. Вы посмотрите, я подошёл к берегу. Что я увидел? Вы представляете? Вы представляете? Это Норвегия. Экологически чистая страна. Посмотрите, на воде сколько. Даже чайки почему-то. Не кушают. Запах, от которого начинало щипать в горле. Как будто что-то невидимое оседало в лёгких. Люди в городе начали кашлять, а на коже у чувствительных людей появлялся зуд. Когда наконец пошёл дождь, его вода не давала ощущения свежести. Она была густой, мутной и оставляла странные следы. Некоторые даже замечали, что остаётся странный зелёный налёт после дождя. Появились истории о том, что люди видели вертолёты, которые распыляли что-то на небо. После этого воздух становился удушающим. Летом, когда должно было быть тепло и комфортно, дышать становилось всё сложнее. А на горизонте всё чаще можно было заметить странные жёлтые туманы. Они медленно заползали в город и оставляли ощущение, что природа в опасности. Пчёлы и ящерицы начали умирать. Растения становились жёлтыми ещё до осени. Хочу показать один очень интересный момент. Вода чисто зелёного такого мутного цвета, но есть одно но. Она тупо жёлтая. Вот полностью. И как мама-дедушка объяснил, как это работает, что частицы металла не магнитились. Он хоть и сам в это не верит, но он объяснил, что, конечно, они не магнитились, потому что они мокрые. Они весят больше. Посмотри, она тупо жёлтая. И здесь жёлтая полностью. А с неба иногда осыпался чёрный пепел, происхождение которого никто не мог объяснить. Летели слухи о том, что это пыль из Сахары. Но никто не мог понять, как она могла достичь таких далёких уголков мира. Люди задавались вопросом, что происходит с природой. Постепенно всё больше людей начало замечать, что небо над их головами становилось искусственным. Его яркость и оттенки менялись так, как будто кто-то рисовал его каждый день заново, добавляя то туманы, то искусственные облака, которые никогда не приносили дождя. Некоторые смеялись и говорили, что это лишь совпадение. Но те, кто жил на земле десятки лет, помнили другие времена. Когда осенью шли мелкие дожди, которые могли длиться неделями. И когда дышать было легко и свободно. Сегодня они видели, что что-то изменилось. И это изменение было не случайным. Природу убивают. И мы становимся свидетелями этого.